На омских заводах начинают подготовку к 9 мая. Особое внимание уделяют этому празднику на предприятиях оборонного комплекса. Для их рабочих он главный в году, но не единственный. На таких заводах для сотрудников создана фактически семейная атмосфера. Специальные программы обучения от младшей школы и до университетов, социальные гарантии. Все это делается для того, чтобы коллектив действительно стал второй семьей, а традиции, которые были заложены в трудные послевоенные годы, не были забыты. Дмитрий Куканас отправился на радиозавод имени Попова и расскажет о, пожалуй, лучших из них. У заводчан сегодня два праздничных повода. День радио, который отмечается 7 мая, и День Победы. У мемориала ветеранам-труженикам и молодые сотрудники, и те, кто участвовал в создании предприятия. На завод, появившийся после войны, первым пришли фронтовики. Кто-то воевал, кто-то был в плену. Наш поселок весь разбомбили, и нас всех увезли в этот Ненецко-финский лагерь. И мы там были в 1941-1944 году, нас освободили. Таких примеров среди заводчан много. Кого-то эвакуировали в Омск во время войны, кто-то приехал уже после нее. Люди оказывались здесь без самых необходимых вещей, оторванные от близких. Коллектив завода стал для них второй семьей. Бывшие фронтовики, солдаты стали менять свою профессию на мирную профессию, стали инженерами и строителями. Благодарю вам, наши дорогие ветераны. Сегодня завод существует, есть, развивается и занимает лидирующие позиции в области производства средств связи. Вообще наш завод самый лучший. Я вот сколько проработала, и мне так было даже в жизни тяжело. Мне завод помогал во всем. Специалистов здесь ищут со школьной скамьи. Ведут через университеты, чтобы получить действительно высококлассных инженеров и рабочих. Для завода важно создавать семейную атмосферу, чтобы молодые учились у стариков. Они встречаются с коллективом своим, приходят председатели цеховых комитетов наших ветеранских организаций. Ведь разговор-то производственный идет какой, всегда сводится к конкретным производственным проблемам, как у нас было, как у них было. Это является основным, так сказать, стимулом формирования коллектива в целом. То есть человек знает, молодой специалист знает, что его ожидает, когда он уйдет на пенсию. Сегодня будущее завода – молодое поколение. Ветераны уходят из жизни. И все меньше людей помнят о войне. Но традиции, заложенные в послевоенные годы – это крепкий фундамент, на котором можно без опасения строить надежное будущее. Дмитрий Куканас, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.